В Зубополянском районе по факту гибели 12-летней девочки возбуждено уголовное дело. По данным следствия, вечером 25 января ребенок был в ванной комнате, где была включена настенная газовая колонка для подогрева воды. Мама девочки в это время укладывала спать младшего ребенка. Когда тот уснул, она зашла в ванную и нашла дочь лежащей на полу без признаков жизни. По предварительным данным, причиной гибели девочки явилось отравление угарным газом. В ходе расследования уголовного дела будет проверена исправность газовой и вентиляционной системы жилого дома, а также выяснено, проверялось ли специалистами техническое состояние газовой колонки и дымохода. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти. Расследование уголовного дела продолжается. Двое жителей Саранска лишились денег при попытке взять кредит в интернет-банках. Общая сумма составила более 77 тысяч рублей. В полицию поступило сообщение 24-летней рабочей одного из предприятий города. Девушка рассказала, что хотела взять кредит на личные нужды, для чего отправила заявки в несколько интернет-банков. Вместе с одобренной заявкой от одного из них заявительница также получила сообщение о необходимости оплатить страховку. Переведя на счет злоумышленника несколькими платежами 58 тысяч рублей, девушка позвонила по указанному сообщению номеру телефона, однако ответа не последовало. После этого потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Спустя несколько дней аналогичный случай произошел с 47-летним водителем. Житель Саранска, также желая получить кредит в интернет-банке, перевел на указанный злоумышленниками счет в качестве оплаты страховки почти 19 тысяч рублей. По фактам полицейские проводят проверки. В Краснослободске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении преступления в отношении пенсионерок. По данным следствия, в прошлом ноябре он в состоянии алкогольного опьянения через незапертую дверь незаконно проник в дом к ранее незнакомой пожилой местной жительнице. Женщина в этот момент спала, и обвиняемый, стараясь не шуметь, перекусил ее продуктами питания и ушел. После этого он зашел в соседний дом, чтобы найти деньги и уехать в Ковылкино. Там в помещении находилась ранее незнакомая ему престарелая женщина. Мужчина стал требовать у нее деньги и спиртное. Получив отказ, он несколько раз ударил ее кулаком, отчего она упала и потеряла сознание. Когда женщина очнулась, она стала звать на помощь, обвиняемый с места происшествия скрылся, но в кратчайшие сроки был установлен. Мужчина написал явку с повинной и рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений. Вину он признал полностью. За выходные в Мордовии было 11 возгораний. Одно из них закончилось гибелью пенсионера. Это случилось в Ковылкинском районе. В селе Самозлейка загорелся деревянный жилой дом. Ночью жители села спали, и пожар был обнаружен на поздней стадии. Сейчас рассматриваются две основные причины возникновения пожара. Во-первых, помещение отапливалось самодельными электронагревательными приборами, которые крайне опасны. А ночью следить за ними нет возможности. Во-вторых, мужчина регулярно, со слов соседей, курил в состоянии алкогольного опьянения. В понедельник утром на светотехстрою горела машина. В районе 37-й школы загорелась лада 14-й модели. По словам очевидцев, авто пытались потушить своими силами, но нашли только два огнетушителя и начали закидывать машину снегом. В итоге приехали пожарные и залили ее пеной. За выходные на дорогах зарегистрировано три ДТП. На улице Восенко женщина-водитель наехала на 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход с различными травмами госпитализирована. В Октябрьском районе в ДТП два человека получили травмы. Женщина-водитель, по предварительным данным, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в опель МОКО. В результате ДТП 65-летний пассажир этой машины госпитализирован, а 45-летняя пассажирка обращалась в больницу. На автодороге Саранск-Рузаевка-Ковылкино в Ковылкинском районе была остановлена автомашина Митсубиси-Паджеро под управлением 25-летнего водителя. При проверке документов было установлено, что государственные регистрационные знаки свидетельства о регистрации транспортного средства находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель доставлен в полицию. Новости регионального управления Федеральной службы исполнения наказания. В первой исправительной колонии предотвращена попытка доставки запрещенных предметов. При досмотре посылки, поступившей на имя осужденного к 9 годам лишения свободы, сотрудники ведомства обнаружили сотовые телефоны, две сим-карты. Проводится проверка. В исправительной колонии номер 14 отметили Татьянин день. Это был конкурс, в ходе которого участницы сочиняли рассказ об имени Татьяна, делились знаниями об истории праздника и показывали творческие номера. Кроме этого, в библиотеке учреждения была оформлена выставка известной Татьяны России. Саранские полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшей Натальи Владимировна Кузнецовой, 1983 года рождения, жительница города. 1 января 2004 года женщина ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы. Рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы и глаза темные, лицо круглое. Была одета в черную куртку и сапоги, синие джинсы, черную водолазку. Тех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемые, просят сообщить по телефону 8 834 2 29 90 39 или 02.